Билетрист Так нельзя писать, сказал себе писатель. Похоже, что это перевод какой-то, и все, и только. Он стал вспоминать, когда последний раз объяснялся в любви. Как это было? Он отложил перо и подпер голову кулаком. Со стороны было похоже, что он обдумывает нечто очень важное, головоломное. — Это было ба! Это было в прошлом году с Марией Семеновной. Да, Марья Семеновна высокая. — Осенью, Мари! — сказал он и взял ее за руку. — Мари! Она повернулась к нему, и что же было дальше? Он вспомнил, что дальше ничего не было. То есть было, и даже скверно кончилось. Но без слов, слов при этом было очень мало произнесено. Мари и все тут. Ему стало досадно. Разве можно так поступать? Эти женщины решительно ничего не понимают в жизни. И как они слабы. Боже мой, до чего они слабы. Немощны, наивны. Позовешь их и... А этого нельзя напечатать. Мари и... Какой же это роман? Критика скажет, что с глухонемой сошелся. Или дурой. Между тем, героиня ни в коем случае не должна быть глупа. Напротив. Она во голове движения и знает языки. А как было с Лелей? Продолжал вспоминать писатель. Леля, прекрасная девушка. Но положительно ничего толком вспомнить нельзя. Это, напротив, говорило так, что приходилось останавливать. Да, но в первый раз. Первый, черт возьми, выходило так, как будто первого раза вовсе и не было. Вот неудачный роман, думал писатель. У Икса превосходны все любовные сцены. А почему? Потому что жена интересная. Ему всегда везет. А критика расписывает, что за наблюдательность, что за знание души. Какая там, к черту, душа? Дайте мне такую женщину, и я не хуже сделаю. Но если попадаются манекены или вертушки, то, разумеется, из ничего выжить нельзя. Тут Лев Толстой спасует, и Достоевский руки опустит. Не везет мне с женщинами, досадливо решил билетрист. Очень не везет. Потому что, будем говорить откровенно, суть не в количестве, а в качестве. А насчет качества у меня именно швах. Писатель вдруг замолчал. Он вспомнил про Сергеевскую. Это была высокая блондинка с молчаливыми, голубыми-голубыми глазами. Да. Раздумчиво протянул он. Да, это было. Было. Вышла скверная история. Неосторожная встреча. Сергеевская видела его вместе с другой на извозчике. Надо было сознаться. Он почему-то утаил. Солгал глупо. Она ушла. Конец. Писатель вспомнил ее письма. Тогда, до того, как они сошлись, прекрасные стильные письма и длинные. Главное, очень длинные. Там было много материала. Обо всем. На разные темы. И для пятой главы это просто клад. Да и третье можно бы нафаршировать и пролог начинать. Да. Но Сергеевскую она потребовала письма обратно. Не надо было ей давать. Черто возьми. Не надо было. Упрекал себя билетрист. Или, по крайней мере, снять копию. Можно было заказать списать. На пишущей машинке какой-нибудь бедной девушке. Вот и бедная девушка имела бы заработок. Ведь их жаль, этих несчастных переписчиц. Билетрист. Стучат целый день на машинке и зарабатывают гроши. Да что день. Ночью сидят. Если срочно. Их эксплуатируют кулаки. Как же теперь быть? Билетрист прочел снова пятую главу. Нехорошо. Совсем нехорошо. Хуже, чем ожидалось. Нет. Так работать дальше нельзя. Эти письма были кладом, сокровищем. И он легкомысленно выпустил их из рук. Хорошо, что Икс не знает. Он смеялся бы над ним. И был бы прав. Был бы трижды прав. Вспомнить эти письма не было возможности. Прошел уже год. Кроме того, вся суть была именно в стиле, в чистоте, в искренности, в правдивости. Как это подделать? Этого нельзя подделать. Билетрист посмотрел на часы. Скоро вечер. А не помириться ли с нею? Просто взять и поехать? В сущности, она славная девушка. Адрес, адрес. Можно попробовать поехать по старому адресу. Там скажут. Если она выехала. Да и как быть? С лоизи. Но ей об этом визите знать не полагается. Наконец, так странно стала она себя вести за последнее время. Куда-то исчезает. Дважды ее не было дома. Опаздывает. Поехать, что ли, вслух, сказал писатель. Он аккуратно сложил в беспорядке разбросанные страницы, наскоро приоделся и, взглянув на часы, вышел на улицу. Извозчик попался скверный. Тащились чуть ли не шагом. Билетрист не возражал против такой езды. Его брало раздумья. Ловко ли? Ведь год не виделись. А что? Если есть другой. Неужто она ждет его все время? У знакомого подъезда извозчик остановился. По знакомой лестнице писатель поднялся в третий этаж. Позвонил и спросил о ней. «Здесь?» Отворила новая горничная. Он прошел полутемный коридор, постучался и вот стоит перед ней. «Вы? Вы?» Говорит она бледнее. «Она развилась, стала красивее, глаза глядят строже. Я к тебе», – говорит Билетрист и протягивает руку. «Милый, дорогой мой», – произносит она и крепко жмет его руку. На глазах ее слезы. Она тяжело и счастливо дышит. Ему тоже хочется заплакать. Редактор субтитров Н.Александрова Корректор. Ков Dr. К NASАlife О Paradise У нас ophyор В 救 В